Те, кто верит в сверхъестественные явления и регулярно смотрит телешоу «Битва экстрасенсов», наверняка осведомлена, кто такая Илона Новоселова. Благодаря своей неординарной силе, эпатажной внешности, способности предугадывать некоторые события, она вызвала неподдельный интерес среди публичных масс. Какова же истинная причина смерти этой колдуньи? Краткие биографические сведения. С самого детства у Илоны был непростой характер. Невзирая на добрые отношения к девочке в школе со стороны учителей и одноклассников, она все равно была недружелюбной, резкой и замкнутой, предпочитая решать все проблемы кулаками. Попытки что-то исправить ни к чему хорошему не привели. Промучившись четыре класса, мать решила забрать Новоселову из школы, переведя ее на полностью домашнее обучение. О биографии этого знаменитого экстрасенса известно крайне мало. По словам самой Илоны, дар видения и целительства передался у нее от бабушек по материнской и отцовской линиям. Насколько это правда, естественно, неизвестно. Новоселова утверждала, что с помощью определенных магических ритуалов она смогла увидеть то, кем была в прошлом. Оказывается, в предыдущей реинкарнации, она проживала в Германии, а имя у нее было Элеонора. Талант колдуньи полноценно раскрылся в седьмом сезоне «Битвы», девушка успешно проходила все поставленные задания. Не обошлось и без эксцессов, постоянные резкие выпады, нецензурная брань и высокомерное поведение из Новоселовой просто «текли рекой». Тем не менее, она дошла до финала, выйдя победительницей. Скандалы, связанные с именем Новоселовой. Терроризировать Илону стали пять лет назад, в 2013 году ее похитили и стали требовать выкупу родственников. На требования похитителей родня не поддалась, они написала заявление в милицию и вскоре всю банду посадили в тюрьму. Но, к сожалению, на этом травля экстрасенса не закончилась, Илону стали обвинять в других вещах. В сети стала проскакивать информация, что Новоселова якобы сменила пол, а ее псевдоспособности – всего лишь игра на публику. Все эти сплетни довели девушку до глубячайшей депрессии и она стала злоупотреблять спиртными напитками. Личная жизнь. Этот аспект автобиографии колдунии покрыт мраком, на все вопросы журналисты получали грубый, нецензурный ответ. До своей смерти он состоял в отношениях с Артемом Бесовым, который все время утверждал, что девушка вовсе не самозванка, а действительно практикует колдовство и черную магию. Пара состояла в отношениях с 2015 года. Причина смерти. О настоящей причине преждевременной кончины Илоны до сих пор судачат. Известно, что в этот трагический день 13 июня 2017 года Новоселова крепко поссорилась со своим байфрендом. Причина ссоры была проста – Артем устал от того, что девушка постоянно злоупотребляет спиртным и хотел с ней расстаться. Та, в свою очередь, хотела напугать любимого и закинула ногу за балкон, но не удержала равновесия, сорвалась и упала с шестого этажа. Смерть, естественно, наступила мгновенно. Согласно завещанию, тело Илоны кремировали. А что вы думаете по поводу смерти этого экстрасенца? Верите ли, что смерть наступила исключительно из-за неосторожности выпившей Новоселовой? Пишите ответы в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?